Время новостей на телеканале Видное ТВ. В студии для вас работает Максим Козлов. Здравствуйте и в начале выпуска коротко об основных событиях. На железнодорожной станции Расторгуева ведутся активные работы по демонтажу старого пешеходного моста. Это событие, которое, мне кажется, свою актуальность уже может быть даже несколько десятков лет имеет. Встреча жителей с руководством лечебных учреждений Ленинского городского округа стали уже доброй традицией. Теперь они проходят на свежем воздухе. В историко-культурном центре состоялся полуфинал конкурса «Нежный грант» от Ленинского городского округа. В нем приняли участие 10 бизнес-леди. Возможность себя попробовать, поучаствовать и заработать главный приз. А главным призом является 100 тысяч рублей. На железнодорожной станции Расторгуева началась долгожданная реконструкция пешеходного моста. Пока демонтируют старый. Сколько времени это займет и когда рабочие приступят к строительству нового, узнала Юлия Погосян. Первые строители и техника на железнодорожной станции Расторгуева со стороны улицы Донбасской появились в июле и сразу привлекли внимание пассажиров, которые долгие годы ждали реконструкции пешеходного моста. Много времени заняли подготовительные работы, различного рода согласования. Сегодня же здесь вовсю идет демонтаж. Это событие, которое, мне кажется, свою актуальность уже, может быть, даже несколько десятков лет имеет. Тот мост временный, который сейчас пользуется для пешеходов, конечно, не выдерживает никакой критики. Даже физически по нему перемещаться эмоционально даже некомфортно. Я живу здесь с того момента, когда функционировал еще этот вот старый мост. И, конечно, было удобно. Так что будем надеяться, что будет все хорошо. Легкие конструкции почти ликвидированы. Строители стараются минимизировать неудобства пассажиров. Работают быстро и аккуратно. Все сроки ускоряются при активном участии представителей администрации, как я повторил, и Московской области. Тяжелые работы начнутся недели через две. Подрядчики согласуют с РЖД так называемые свободные окна, когда электрички не будут ходить. Скорее всего, это будет ночью для того, чтобы убрать основные части железнодорожного моста. Все это займет около двух часов. Работы по демонтажу планируется завершить к концу сентября. После этого определится подрядчик для строительства нового пешеходного моста, который обещает быть ультрасовременным и комфортным для пассажиров. Оборудованы лифтом для передвижения маломобильных групп населения. Хорошие новости для водителей. В проекте убрать наземный переход. Сейчас он сильно тормозит поток автомобилей. Сейчас проект находится в экспертизе. Мы ожидаем, что до конца августа подряд организация уже выйдет из экспертизы. Соответственно, более подробно всех жителей сразу оповестим. То есть покажем проектное решение, визуализацию, разместим на всех средствах массовой информации. Соответственно, у всех будет общая картина, жизнь понимания. Новый мост жители смогут увидеть в 2023 году. В планах у РЖД нынешний и временный тоже оставить. Юлия Пагасиан, Грил Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Встречи жителей с руководством лечебных учреждений Ленинского городского округа уже стали доброй традицией. Но организаторы подобных мероприятий решили разнообразить общение и пригласили всех желающих задать свои вопросы медикам и представителям социальных служб на свежем воздухе. Парк Опареньки, несмотря на то, что открылся относительно недавно, уже стал излюбленным местом отдыха ведновчан. Чем не применули воспользоваться и врачи. Летом домик для проката лыж пустует, чего же пропадать добру, решила администрация округа и предоставила помещение специалистам ВРКБ. Сегодня здесь единый день диспансеризации. Также сегодня можно здесь вакцинироваться от COVID-19 и от гриппа уже началась вакцинация. Многие с утра приходят и на прогулки, кто-то спортом занимается. Пришли, прошли диспансеризацию, кто-то вакцинировался и дальше пошли отдыхать и заниматься спортом. Сегодня у жителей был еще один повод посетить Опареньки. И здесь прошла встреча врачей, представителей администрации и социальных служб с гражданами. Подобное общение стало уже традиционным, а теперь и более комфортным. Беседа прошла на свежем воздухе. Мне нравится то, что наши встречи продолжаются, особенно формат наших встреч, особенно то, что мы ориентировались на эти встречи в таком формате, чтобы это были все вопросы, которые интересуют. Без всякого отсева, без всякого какого-то редактирования. И в вопросах на таких встречах действительно звучит немало. Руководство Видновской районной клинической больницы уже давно ведет политику информационной открытости. Люди спрашивали, почему так трудно попасть к терапевту. Большие очереди. И нет терапевта в горках ленинских. По статистике ковид пошел в рост. У нас, если в июне у нас было за неделю 56 случаев, там 26 даже было, когда-то очень было мало, то сегодня, за прошлую неделю, то тысяча части терапевтов в действительности была выведена с приемов на вызывную бригаду для обслуживания ковидных наших пациентов, которые сегодня болеют. Пригласили на встречу и представителей Ленинского управления социальной защиты. Заместитель заведующего отделом обеспечения социальных гарантий Светлана Запкова рассказала, что теперь встретиться с представителями управления стало еще проще. Мы теперь постоянно ведем прием в здании МФЦ на школьной 77, второй этаж, четвертое окно. Там сидит не сотрудник МФЦ, там сидит наш сотрудник соцзащиты по графику. Мы меняемся, бывают там сотрудники по детским пособиям, по ЖКХ. А если они не могут дать какой-то ответ, записывают ваши данные, передают профильному сотруднику. Чтобы попасть на подобную встречу, не нужно заранее записываться. Вход свободный. Особенно такой формат общения пришелся по душе старшему поколению. Здесь и социальная сфера, и медицина, и профсоюз, то есть и администрация нашего города, куда мы напрямую можем обратиться. Поэтому вот такие вот встречи очень хороши. Подобные встречи на свежем воздухе будут проходить и впредь, пока позволит погода. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Жители Ленинского городского округа приглашают получить плановую медицинскую помощь эндокринолога. Врачи напоминают, что бесплатно обследоваться у специалиста могут не только пациенты с профильными диагнозами, но и те, кого беспокоит состояние здоровья. Направление к эндокринологу можно получить на приеме у терапевта. Пациенты могут обратиться с заболеваниями сахарный диабет, первого-второго типа, гистационный сахарный диабет, заболевания щитовидных и паращитовидных желез, остеопороз, ожирение, заболевания надпочечников и гипофиза. Жители нашего района могут также получить консультативную помощь и в федеральных научных центрах. Проводятся все виды диагностических исследований. КТ, МРТ исследований, лабораторная диагностика, УЗИ щитовидной железы. Кроме того, жителей округа приглашают присоединиться к школе диабета. Пациентам, у которых диагностировано заболевание, подробно расскажут о возможных осложнениях и о том, как их избежать. Кроме того, врачи научат правильно подбирать дозы инсулина и пользоваться современными медицинскими гаджетами, чтобы пациент мог жить полноценной жизнью. Чтобы стать участником этого образовательного проекта, следует обратиться в Видновскую поликлинику. В историко-культурном центре состоялся полуфинал конкурса «Нежный грант», который проводится в Подмосковье уже во второй раз. В этом году от Ленинского городского округа в нем приняли участие 10 бизнес-леди. Тему продолжит Наталья Буслаева. Конкурс организован общероссийским сообществом «Нежный бизнес». В этом году от Ленинского городского округа за выход в финал соревновались 10 участниц. Все вы, кто номинировался, поведите, прежде всего, перед собой собой. Я хочу пожелать той нежности, той искренности, той любви. Дело, которое вы для себя выбрали, каждое свое направление, оно действительно нелегкое, оно потребует полной самоотдачи. В полуфинале, который прошел в историко-культурном центре, участницам необходимо было заранее подготовить эссе и видеовизитку о своем предпринимательском проекте. Наш конкурс отличается от многих других, то, что у нас совершенно он безоплатный. То есть девушки, все желающие, которые присутствуют в первую очередь в нашем сообществе, могли принять в нем участие. Популяризация женского бизнеса, продвижение, это определенная реклама и пиар своей компании. И, ну так скажем, возможность себя попробовать, поучаствовать и заработать главный приз. А главным призом является 100 тысяч рублей. Далее конкурсанткам предстояло ответить на вопросы членов жюри. И в принципе конкурс «Снежный грант» дает возможности раскрыться, усилить, укрепить, придумать что-то новое, найти партнеров. И это и является целью нашего конкурса. Енина Балашова занимается номерологией, астрологией, а также преподает кундалини-йогу. Для нее участие в конкурсе – это отличная возможность заявить о себе широкой аудитории. Я 15 лет являюсь преподавателем, экспертом в медической архитектуре. У меня своя онлайн-школа в Астулаке. Но это ведические знания, они очень мощно духовные. Они практически не имеют отношения к бизнесу. Но при этом они решают все вопросы, имеющие к бизнесу, к здоровью, к отношениям в семье. И, в общем-то, ко всему тому, что мы называем, снять блоки в нашей жизни, к процветанию. Еще одна конкурсантка Татьяна Волкова руководит танцевальной студией. В своем выступлении сделала акцент на спорт и как он необходим каждому человеку. Хочу показать всем, что танцы – это такой же вид спорта. И что здоровый образ жизни – это часть нашей жизни. То есть без спорта никуда, так как спорт – это движение. Члены конкурсной комиссии признавались, что оценивать участниц было достаточно сложно. Все бизнес-леди подготовились на отлично. Видно, что участницы хорошо подготовились. И даже вот такое, скажем так, сложное задание, как видеообращение, некоторые выполнили на отлично. Это очень радует. Видно, что люди вникали, старались исполнить это хорошо. Победительницами полуфинала от Ленинского городского округа стали Татьяна Волкова и Екатерина Харитонова. Именно они в сентябре поедут в Москву на финал конкурса. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Почувствовать себя бизнесменами, на деле узнать, что такое товарно-денежные отношения, смогли юные жители горок Ленинских. Здесь впервые прошла детская ярмарка игрушек. Среди покупателей была и наш корреспондент Екатерина Борисова. За прилавками дети и их родители. В качестве товара поделки, игрушки и книги. Старые, новые, которые по каким-то причинам не прижились в доме. Ребята зазывают покупателей и бойко ведут торг. Писеры, вот это из-за этого писса, я сама делаю. Например, пенечки, талетки, все, что вы делаете своими руками. У нас еще лимонад есть домашнего приготовления. Бонусом к стаканчику лимонада идет печенье детское. Идея провести в горках Ленинских такую поистине детскую ярмарку принадлежит руководителю кружков по декоративно-прикладному искусству досугового центра «Юность» Вероники Цыплаковой. Детям важно не сама, как новизна, не в том плане, что куплена только что с прилавка, в упаковке эта игрушка, а просто вот они свои старые отдают, которые они уже не играют и приобретают для себя что-то новое, какие-то другие игрушки. Организовать детскую ярмарку помогли активисты молодой гвардии. Расставили во дворе одного из домов столы, привезли музыкальную аппаратуру и пригласили всех жителей. Дети сами могут поучаствовать, продать свои игрушки. Конечно, тут очень важно, чтобы они свои продажи согласовали с родителями, попробовать на себе новую профессию и, возможно, определиться с будущим. Мы не думали, что это так зайдет, что тут уже идут поставки просто игрушек. Они договариваются с родителями, даже доплачивают родителям некоторые. В мероприятии приняли участие более 15 юных бизнесменов. Ярмарка понравилась не только ребятам, но и их родителям. Думаю, у всех дома накапливаются ненужные игрушки. Мы всегда ищем, кому пристроить, часто дарим или какие-то нужные руки отдаем. Но сегодня они зарабатывают и тут же тратят, поэтому в любом случае что-то себе приобретут интересненькое, новенькое. Такая реально уникальная возможность развить таланты детей, предпринимательства, продавца вообще попробовать себя в качестве продавца. Первый раз в жизни, да. Поэтому, если честно, хотелось бы почаще. Хотя бы раз в месяц подобные ярмарки, мне кажется, было бы просто здорово. И участники, и организаторы уверены, такие ярмарки стоит проводить почаще. И не только в Горках, но и по всему Ленинскому городскому округу. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.